В продолжении к теме о пожарах. Все чаще мы узнаем о случаях, когда пожарные не могут без препятствий подъехать к высотному дому, где произошло задымление или пожар. Узкие проезды заставлены и дворы. Так было и в сентябре в Калуге, когда в одной из квартир погиб человек. Вместе с сотрудниками МЧС наша съемочная группа вернулась в тот двор и поставила эксперимент с пожарной техникой. Результаты в репортаже Алисе Утятниковой. Пошли в чем были, вот как сейчас домашние одежды, буквально куртки накинули. Анжелика Матвеева первая обнаружила, что в доме происходит нечто страшное. Из вентиляционной шахты туалета в ее квартире повалил дым. Вместе с сыном девушка пошла по этажам искать источник. Анжелика живет на 14-м, дымила, как позже выяснится, из квартиры на 7-м. К сожалению, через час 45, когда уже причина была выяснена, когда приехали МЧС и вскрыли дверь, мы поняли, что человек погиб из-за того, что оставил на плите еду и, видимо, либо уснул, либо как-то, не знаю, как так получилось. От обнаружения ЧП до вскрытия двери почти два часа. И сколько еще по времени, никто не знал о задымлении. Жители видят две причины ЧП. В квартирах нет датчиков дыма, а к домам отсутствует проезд для пожарной техники. Владимир Применко с 13-го этажа наблюдал за тем, как машины спасателей пытались добраться до подъезда. Пожарные машины не могли проехать по нашему двору в связи с тем, что все было заставлено автомобилем. Выходил сотрудник из машины и управлял машиной, чтобы она могла проехать к нашему дому. Наличие данной проблемы подтверждают и сами сотрудники МЧС. Специальная техника в таких условиях очень трудно и сложно ей управлять. Она очень габаритная, длиной порядка 12 метров, радиус разворота 9 метров. Практически, посудите сами, как это будет происходить в реальных условиях. Ставим эксперимент. Лестница сюда явно не поместится, поэтому во двор пытается заехать хотя бы малогабаритная пожарная машина. Но с самого съезда с основной дороги все идет не так. Саша, давай выйду, посмотрю. Съемка с высоты показывает траекторию движения машины МЧС. Водителю приходится ювелирно лавировать, чтобы не задеть припаркованные легковушки. На помощь выходит коллега. На время он становится регулировщиком. Вот мы сейчас проехали. Расскажите, пожалуйста, насколько вам удобно было и быстро ли вы бы доехали в случае с настоящим пожаром? Если был бы настоящий пожар, я бы, скорее всего, не стал бы рисковать цеплять автомобили жителей этого района. Пришлось бы машину оставлять гораздо раньше. В этом случае у нас есть определенное количество рукавов в машине, которое рассчитано до определенной высоты. То есть в случае нехватки рукава мы уже жертвуем жизнями людей. Ситуации, когда именно из-за автомобилей затруднен проезд, подтверждают конкретными историями. В случае, когда мы заехали на вызов, все хорошо, проехали к этим домам, а по возвращениям мы не могли просто выехать отсюда, потому что нам забрикадировали все выезды. И мы маневрировали, искали владельцев машин, чтобы выехать с выезда уже в часть. Минут 30 мы искали хозяев. Как сообщают представители ГИБДД, в данном случае можно наказать водителей, чьи авто помешали проезду. С нашей стороны мы можем принять только меры конкретному водителю, который поставил свое транспортное средство так, таким образом и сделал невозможным въезд и выезд для других транспортных средств. То есть за это предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 2000 рублей и задержание транспортного средства и помещение его на охраняемую специализированную стоянку. Однако и водителям есть что ответить. Машины ставить некуда. На несколько высоток, среди жителей которых полно автовладельцев, две маленькие парковки. Причем одна из них закрыта и непонятно кому принадлежит, а другая, попавшая в частные руки при сомнительных обстоятельствах, установлена поперек проезда и огорожена забором. Вы видите, что здесь творится. Стоят высотки многоэтажки. Плотность застройки здесь увеличена в полтора раза по отношению к полу. Как чиновники городские могли выдать разрешение на строительство этого кошмара? Потому что сейчас машины некуда поставить. Чиновники городские объясняют так. Был проект, он прошел экспертизу, значит все законно. У нас есть определенный пакет документов, мы его принимаем. Да, мы проверяем на соответствии с проектом планировки, проектом межевания, градостроительного плана. Но если есть заключение положительной экспертизы, то уже как мы на экспертизу повлиять никак не можем. В надзорном управлении МЧС мы уточнили, какое расстояние между этими домами все-таки позволит проехать спасателям. Основными требованиями к проездам для пожарной техники, к такому зданию, является ширина проездов не меньше 6 метров. Причем, хочу заметить, что в ширину проездов включаются пешеходные дорожки и тротуары. Проезд должен находиться на расстоянии от стены здания 10 метров. Спасатели заверяют, когда не получается подъехать близко, прокладывают магистральные линии. И все же лучше не рисковать ни единой секундой. Но куда ставить машины тем, кто уже купил здесь квартиры? Почему микрорайоны с высотками проектируют, не учитывая предполагаемое большое количество автовладельцев? И как парковка может загородить проезд? Сквозь домовую завесу официальных объяснений ответственность, судя по всему, переложена на самих автовладельцев. Олеся Утятникова, Виктор Степин, Аркадий Дэй, Артем Соснин, телекомпания НИКО-ТВ. Если у вас есть истории, которые заслуживают внимания, вы знакомы с интересными людьми или хотите рассказать о своих проблемах, пишите нам. Сообщения можно присылать по этому номеру народного чата. Будем делать новости вместе. Продолжение следует...